Добрый день. Тяжелая болезнь и загадочная смерть Екатерины Савиновой. Девушка из провинции сделала все возможное, чтобы стать артисткой. Неудивительно, что героина Екатерины Савиновой в «Приходите завтра» во многом копирует ее судьбу. Но если история Фроси Бурлаковой закончилась хорошо, то Савинову ожидал печальный финал. Зрители обратили внимание на Екатерину Савинову с премьерой «Кубанских казаков». Но в последующее десятилетие заметные роли ей не доставались. Причиной неудач актрисы стал конфликт с Иваном Пырьевым, сломавшим карьеру ни одной восходящей звезде. Екатерина Федоровна никогда не сдавалась и продолжала верить, что еще сыграет свою главную роль. Заветную мечту ей помог исполнить любимый супруг Евгений Ташков, снявший фильм «Приходите завтра». Обладавшая диапазоном в три с половиной октавы, Савинова сама спела все композиции для картины. Ленту посмотрели 15 миллионов человек, а актриса обрела известность. Но почему Екатерина Савинова вновь вернулась к второстепенным ролям после громкого успеха? Екатерина родилась 26 декабря 26 года в селе Ельцовка Алтайского края. Она росла в простой крестьянской семье и с детства была приучена к тяжелому труду. По соседству с Савинами поселились Бурлаковы, чью фамилию впоследствии позаимствовала Екатерина Федоровна для героини фильма «Приходите завтра». В голове Екатерины Савиновой много лет зарела идея стать артисткой. Чтобы воплотить мечту в жизнь, она отправилась покорять Москву. Попытка поступить во ВГИК обернулась провалом, и полгода девушка училась в строительном институте, пока не открыла для себя курсы Василия Ванина. Но и здесь студентку ожидало разочарование. Вскоре Ванин отчислил ее, заявив, что ни о какой карьере в кино не стоит и думать. Многие на месте Екатерины Федоровны вернулись бы домой, но артистка не опустила руки и снова попробовала пройти конкурс во ВГИК. На этот раз упорную девушку приняли в ВУЗ, где она училась с Ноной Мордюковой и Вячеславом Тихоновым. Позднее Савинова занималась вокалом в Гнесинке, достигнув на этом поприще невероятных успехов. Ей сделали два предложения, одно другого лучше – петь в Большом театре или выступать на эстрате, причем ей обещали предоставить для этого ансамбль, рассказывал муж. Она могла бы с успехом гастролировать по всей стране, но отказалась и от того, и от другого. Ей нравилось петь просто так, от полноты чувств, как поют птицы, а они ведь не выступают на сцене. В ГИК свел Екатерину Федоровну с единственным и любимым супругом Евгением Ташковым. Предложение он сделал актрисе после окончания ВУЗа. В 57-м у пары родился сын Андрей. По словам Ташкова, Савинова стала заботливой женой и мамой, но заниматься домашним хозяйством ей было противопоказано. Она жила в мире своих творческих фантазий, думала о ролях, как о тех, которые репетировала или играла, так и о тех, которые только мечтала сыграть. Мне часто казалось, что рядом находилось только ее тело, а душа в это время витала где-то далеко-далеко. Но когда запустение в доме приобретало совсем уж катастрофический характер, Катя забывала обо всем, набрасывалась на работу и делала ее так тщательно, что, как правило, ни к чему хорошему это не приводило. Дебютом артистки в кино стала картина «Страницы жизни», но ее даже не отметили в титрах. Большим успехом для Екатерины оказалось участие в «Кубанских казаках», где она сыграла Любочку. Триумф был коротким. На притязание режиссера фильма Ивана Пырьева Савинова ответила жестким отказом и пощечиной, и двери мосфильма захлопнулись перед ней на долгие годы. Он сломал ей актерскую судьбу. Катю часто приглашали на пробы. Режиссерам она очень нравилась, но в результате утверждали, как правило, других актрис. Если бы вы знали, сколько замечательных ролей ей не досталось. Пырьев был на студии «Царем и Богом», и, попав в его негласный черный список, Екатерина Савинова на 13 лет осталась не у дел. А ведь именно ей предлагали играть Марютку в 41-м, за которую Изольда Извицкая получила впоследствии много наград. Севолод Пудовкин уже утвердил Савину на главную роль в картине «Возвращение Василия Бортникова», а потом перезвонил и пояснил, что на съемки наложен запрет. С 52-го актриса играла в театре студии киноактера, но и там не получала крупных ролей. На экране она воплощала второстепенных героев. Ситуация изменилась только в 63-м. С премьерой картины Евгения Ташкова «Приходите завтра». История Фроси Бурлаковой для Савиновой была автобиографичной. Девушка из провинции не побоялась отправиться в Москву и прошла сложный путь, чтобы стать певицей. Многие сцены, например, про мамино выходное платье, придумала сама актриса, умевшая подмечать яркие детали в повседневной жизни. Непосредственность персонажа покорила зрителей. Актриса удостоилась награды за лучшую женскую роль года, но не кичилась успехом. Слава, известность, популярность – все эти понятия не имеют к Кате никакого отношения. Для нее всегда на первом месте было дело. Точнее, то удовольствие, которое она от работы получала и которое делало ее счастливой, говорил Евгений Ташков. Но как же режиссеру удалось снять картину, несмотря на влияние Пырьева? Драматург действовал в обход запретов Ивана Пырьева. Увез съемочную группу из столицы на Одесскую киностудию. Не раз на площадку присылали комиссию, обвинявшую актрису в бездавности и настаивавшую на закрытии проекта. Но Ташков твердо стоял на своем. Никакие старания мужа не могли вырвать Екатерину Савинову из черного списка Ивана Пырьева. Больших ролей ей так и не предлагали. Единственным ярким образом после Фроси стала для артистки кухарка Матрена из «Женитьба Бальзаминова». Актриса страдала из-за невозможности проявить таланты. К этой трагедии прибавились и серьезные проблемы со здоровьем. Еще во время съемок «Приходите завтра» Екатерина Федоровна заболела. График был напряженным. На 30 дней планировалась 31 смена. Супруг не раз заметил, что актриса чувствует себя неважно. Оказалось, что на протяжении полугода у нее не сбивалась температура. 37,4. В этом была вся Катя. Удивительной скромности человек. Больше всего на свете она боялась кого-то побеспокоить, доставить кому-то неудобства, отвлечь от дел. Со своими проблемами старалась справляться сама, а если ей это не удавалось, то просто не обращала на них внимания. Евгений Иванович настоял на обследовании. Врачи только разводили руками, не понимая, что с артисткой. Выяснилось, что у актрисы бруцеллез – инфекционное заболевание, которым она заразилась из-за любви к парному непастеризованному молоку. У кого-то поражает печень, у кого-то сердце, а у Кати пострадала нервная система. Савина выдавала концерты для поклонников Роси Бурлаковой, и после одного из них призналась мужу, что слышит голоса. Она несколько раз проходила курсы лечения и на некоторое время возвращалась к привычной жизни. Но постепенно периоды обострения становились все длиннее. Екатерине Федоровне диагностировали вяло текущую шизофрению, и о карьере на сцене пришлось забыть. Последнюю роль Аннушки в фильме «Расплата» она исполнила в 70-м. Была ли у актрисы депрессия? По словам Ташкова, несмотря на болезнь состояния, Савина оказалась ему стабильным. А перед отъездом к сестре в Новосибирск весной 70-го она вела себя как юная жизнерадостная девушка. И повода для предчувствия не давала, у меня как раз заканчивали съемки адъютанты его превосходительства. Так она очень интересовалась, как обстоят дела. Несколько раз звонила, спрашивала, закончили ли мы работу. Ничего в наших разговорах не наводило нам о ее критическом состоянии. Наоборот, она казалась спокойной, здраво рассуждала, уверял режиссер. Как гром среди ясного неба прозвучало для Ташкова известия о том, что 25 апреля артистка бросилась под поезд. До сих пор близкие не знают, был ли поступок актрисы следствием психического заболевания или же произошел несчастный случай. Символично, что на прослушивании вовги Ксавинова как раз читала монолог Анны Карениной. Андрюше было 12 лет. Я сразу же увез его на море, а там, выбрав минуту, сказал, знаешь, нашей мамы больше нет. Она умерла. При мне сын постарался не подавать виду. Видимо, хотел казаться в глазах отца настоящим мужчиной. Но потом втайне от меня горько плакал. После смерти жены Ташков попытался вновь создать семью. Ради него Валентина Шарыкина бросила мужа, на 10 лет став музой режиссера. Затем Евгений Иванович влюбился в Татьяну Васильеву, с которой познакомился на съемках уроков французского. С ней драматург прожил до самой смерти в 2012 году. Но в глазах многих зрителей он так и остался супругом Фроси Бурлаковой.